Сегодня очередной семинар по наукологике Мегеля, диалектика как методология познания и действия. И в прошлый раз мы остановились на пути в себе для иного. Нужно обернуться назад, чтобы дальше двигаться вперед. Попрошу Дмитрия рассмотреть иное само по себе. Иное само по себе есть иное в самом себе и есть иное в самого себя. Верно. Все целы неравные самому себе, изменяющиеся, отрицающие себя. Но иное самого себя, а само-то оно есть иное. Это значит иное иного есть иное. Что значит рассмотреть? Увидеть противоположное. Противоположное. Что противоположное для иного. Верно. То есть в результате нашего размышления нужно получить нечто. Иное иного, на самом деле, эта фраза, она как и о том, что иное неравное и изменяющиеся. Иное иного оно же. Изменяет и постоянно отрицает себя. И иное иного, это же означает и сохранение, и восстановление самого себя. Оно же отрицает. Оно же отрицает. Да, оно же. И когда мы видим этот момент, что иное так и остается иным, что на самом деле оно сохраняет себя, мы в этот момент понимаем, что оно восстанавливает и сохраняет себя как равное самому себе нечто. Вот в каком моменте появляется нечто. То есть нужно сказать о том, что инобытие снимается. Можно об этом сказать, да. Но результат нашего исследования иного самого по себе заключается в том, по результатам всех наших прошлых занятий, что иное, что инобытие снимается и что иное восстанавливает себя как равное самому себе нечто. То есть с одной стороны мы увидели момент неравенства, то есть иное иного неравное. С другой стороны мы увидели равенство. Иное иного есть иное же без всяких других определений. Антон, попытаешься сформулировать? Тоже рассмотреть иное. Вот с учетом того, что я сказал. Рассмотреть иное. Что это значит? Само по себе. Да, рассмотреть иное само по себе. Что это значит? Ну, вы видите противоположное, да? Да. Ное само по себе. Если иное само по себе, нет, это уже прошли. Нет, это верно, все правильно. Иное само по себе. Что это значит? Что оно сохраняет себя в своем умном себе. Ну, для начала иное само по себе означает. Его ближайшее значение, что оно все-таки иное, оно же меняется, то есть отрицает себя. Вот как бы смысл слова иное, каждый раз, когда мы на него смотрим, вот в самом начале про него можно сказать, что изменяется. Но противовес этому тут же нужно сказать, что оно и сохраняется. Потому что оно было иным, стало иным, и на потере снимается, иное восстанавливает себя как разно самому себе нечто. Артем, попробуй ты сформулировать. Это то же самое. Ну, насчет иного, да? Да, иное само по себе, пожалуйста, рассмотрим. Иное само по себе. Резюмируя, можно повторить, что оно иное само по себе, поэтому другое. К сожалению, оно… Иное есть другое. Разъясни, раскрой. Что это значит? Иное есть другое. Это значит, что оно не такое, как нечто. Не, что это значит, что такое не. Оно отрицается. Да, оно отрицает, изменяется. Ну и это с одной стороны. А с другой стороны, иное этого иного, оно иное его. То есть иное иного есть иное, по сути. Иное – же. Иное – же. То есть оно же иное, как иное иного есть иное. Так получается, можно сказать. Но у этой фразы два смысла. Нужно всегда понимать, что у фразы два смысла. Первый смысл, мы его описываем, вот эта фраза иное иное есть иное. Первый смысл, потому что иное, как неравное, отрицающее себя, неравное, отрицающее, изменяющееся. Второй смысл, то, что оно изменилось, иное – же. То есть равное самому себе, сохраняющее себя. Сохраняющее себя в себе, да? Ну, просто, значит, себя в себе. Ну, это еще… Это правильно, это правильно. И это терминологически верно. И в себе у нас появится как название вот этого феномена. В идее в себе, да? Да. Вот. Но пока еще рано, пока что нужно зафиксировать жестко эти два момента. Что оно неравное и что оно равное. Вот смысл всего того, что мы сейчас обсуждаем, что оно, с одной стороны, неравное, с другой стороны, равное. Но оно поэтому находится в основании, в основании. Есть два момента, да, у изменяющегося нечто. И в самом начале у изменяющегося нечто мы рассмотрели два момента нечто иное. Но эти моменты были не связаны друг с другом. Вот. И сейчас мы хотим увидеть именно связь моментов. Нам нужно назвать те моменты, которые мы получили, и, ну, да, собственно, закруглить, задашить эту мысль. Попробуешь? На чем? Ну, по-моему, еще не сказали, что у нас инбытие, получается, отделяется от нечто. И мы должны сказать, что нечто, оно существует вне своего личного бытия. Оно по-своему существует едино с ним и не едино с ним. По-своему существу. Вот. И дальше мы приходим к тому, что... Ну, дальше мы приходим к быти или иного. Мы говорим, что когда инбытие содержится в нечто, то оно еще и отделено от него. И это инбытие, это бытие длино. Не инбытие. Если ты абзацы ниже почитаешь. Ну, в одном случае можно? У нас в первом абзаце, я знаю, откуда ты это взял, что инбытие есть и отделено от него, оно есть бытие для другого. То есть ты оно соотнесся словом инбытие, правильно? А на самом деле тут говорится о нечто, которое сохраняется в своем неимении наличного бытия. Вот оно относится именно к нечто. И это следует от следующего абзаца. Сейчас ты дам мне вопрос. Сейчас. Вот у нас в последнем абзаце перед цифрой 2 говорится таким образом, оно, ну это видимо нечто, положено как рефлектированное в себя со снятием инбытия. Ну, на самом деле это другое, у которого сняли инбытие, оно. Хорошо. Оно есть тордественное собой нечто, по отношению к которому следует инбытие, составляющее в твердый момент, и есть нечто отличное от него, не принадлежащее ему такому нечто. И дальше дело цифра 2, нечто сохраняется в отсутствии своего наличного бытия. Да. Вот. Это именно та фраза, которую я и хотела услышать. То есть мы с вами увидели, что иное и новое есть иное отрицающее с одной стороны, а с другой стороны оно восстанавливающее себя и равное себе как простое нечто. А инбытие снимается. В прошлый раз мы, если помните, говорили о том, что больше нет инбытия. Было иным, стало и ничего не поменялось. Инбытие снято. Оно есть. Оно есть. Иначе бы мы не говорили о том, что что-то иное. Но инбытие снимается. Все, нет у нас никакого иного. Мы рассмотрели иного и оказалось, что иного нет. Инбытие мы сняли. И осталось только нечто. Вот. Нечто сохраняется в отсутствии самого личного бытия. Это как раз и резюме, что появилось нечто, по отношению к которому инбытие есть некое снятое, отличное от него. Как раз. Для этого им следует, что инбытие – это наличное бытие нечто? Не инбытие. Нечто. У нас нечто сохраняется. Мы подвергли нечто отрицанию, взяли иное. Подвергли нечто отрицанию. А потом оказалось, что оно снова родилось. То есть взяли иное чисто, без всяких там нечто. Рассмотрели и снова оказалось нечто. Вот. И это нечто, которое у нас сохранилось в своем отрицании, оно и есть. Оно теперь не просто нечто. Оно несет на себе отпечаток того, что мы с ним сделали. Оно теперь бытие для иного. Оно бытие, да, бытие. Потому что оно сохранилось, оно есть. Нечто есть. Но оно теперь иное, преобразованное на другое. Бытие для иного. Вот такой вот момент. Я не могу сказать, что сама полностью прочувствовала этот момент. Ну вот почему именно бытие для иного. Вот. Но там такая фраза, что иное бытие, что нечто не есть лишь свое иное бытие, а оно есть соотношение со своим иным бытием. Вот. И когда у нас появляется отношение между двумя какими-то объектами, то один есть для другого. Вот. И я думаю, вот это фирма или для, for, это как раз отражает тот момент, что раньше-то мы полагали, что любое нечто у нас иное. Вот. Но заметили, ну до того, как мы стали говорить об иного-ного, мы заметили, что все-таки и на бытие отдельно. Что мы называем какое-то нечто иным только в результате какого-то сравнения, а само по себе оно не таково. То есть это вот еще до цифры 2, в том виде, в котором пока что положено другое, оно в соотношении с нечто, но вне последнего. То есть о том, что иное бытие вне уже было сказано до того, как мы рассмотрели иное иное. И именно поэтому мы рассмотрели иное само по себе, потому что мы увидели, как оно бытие отделилось от нечто. Проанализировали это. То есть опять-таки возвращаемся назад, еще дальше назад. Вот к началу параграфа «Нечто и некоторое другое», что, во-первых, Гегель сказал, что они оба нечто, во-вторых, он сказал, что они оба иные и нет уже ни одного нечто, которое не было бы некоторым иным. Но все равно инобытие, то есть бытие всякого нечто иным, оно снаружи, само-то по себе оно нечто, оно не иное, оно таким получается только в соприкосновении с каким-то другим. Да, либо благодаря тому, что есть какое-то иное нечто, или есть кто-то третий, кто сравнивает эти два нечто. Но само по себе нечто не иное, не таково. Но у нас все-таки есть вот это слово, вот это соотношение какое-то, вот этот предмет иное, инобытие вот это. И так как оно отдельно, мы его можем рассмотреть отдельно. Вот и рассматриваем отдельно. И, собственно, это породило мою просьбу, если анализировать, почему я тут странные вопросы задаю. Вот именно из-за того, что у нас инобытие оказалось вне, чем-то внешним, поэтому мы и говорим о том, чтобы рассмотреть иное само по себе. И дальше поехали иное само по себе, есть иное само по себе, следовательно иное иного. То есть все тело, все целое неравное, самому себе изменяющееся. Но в то же время то, что оно изменилось, есть иное же из других определений. Инобытие снимается, и иное оказывается восстанавливающим себя просто нечто. И вот именно из-за того, что мы рассматривали вроде как иное, отрицали нечто, но из-за того, что нечто родилось, Гегель фиксирует этот факт по цифре 3, ну и даже в конце цифры 2 он фиксирует этот факт и говорит, что нечто сохраняется в своем неимении наличного бытия. Вот все вот это, что мы проделали, ушли от нечета и вернулись к нечета. Вот этот весь процесс отражается в фразе «нечто сохраняется в своем неимении наличного бытия». Единый с ним и не единый с ним, есть бытие длино. Вот. Такая логика. Нечто сохраняется в отсутствии с наличным бытием и месяц назад не принимал, а у себя все еще не так не принимает. Есть кто-то, кто понял, почему нечто сохраняется в своем неимении наличного бытия. Что значит сохраняется? Иное иное есть иное, а это и есть неимение наличного бытия. Я вот понимаю так, что наличное бытие значит, что у него есть бытие и небытие, то есть определенность. Вот. И получается, что… А что его определенности? Да, сейчас я продолжаю. Не-не, это будет просто вопрос. А определенность? Что? У нечто определенности на бытие. Да. Вот. И получается, что поскольку мы как бы вот этим дверным переходом сначала в иное, а потом вернулись назад, мы это и на бытие у нас осталось за скоками. Ну, не за скоками, а осталось… Ну, не осень. Ну, то есть мы вернулись к простому бытию, а в определенности она у нас типа исчезла. Не исчезла. Ничего не исчезает. Просто так, она есть. Ну, она есть, да. Но она… Мы подвергли нечто отрицанию. Отрицание, да, подвергли. Вот. А отрицание что значит? Это неимение наличного бытия, небытие. То есть у нас было небытие нечто, то есть иное. Подвергли нечто отрицанию, а оно взяло и сохранилось. Ну, хорошо. Существа нет, не понятнее. Есть случаи, как отрицание, отрицание нечто получился. Существа, как отрицание, отрицание. Я тоже думала о том, что в прошлые разы, возможно, это было не очень понятно, когда мы рассматривали переход от наличного бытия к нечто. И там Гегель устанавливается на том, что у нас нечто – это первое – отрицание, отрицание. То есть не только отрицание, отрицание в чистом смысле, что вот у нас была реальность, отрицание, и тут оказывается, что отрицание – это и есть реальность. Таким образом, вроде как отрицание отрицается. Но еще и такое отрицание – отрицание, что у нас мы различили определенность как качество, и у нас есть вроде как отдельное, на самом деле не отдельное. У нас есть различено наличное бытие и определенность. Но мы поняли в итоге, что определенность не отделена от наличного бытия, и отрицали это, ну то есть отрицали это, что на самом деле, что не рассматривают. Хоть отрицая качество, хоть не отрицая качество, бери его как сущее. Все равно и у реальности отрицание – это определенность, и это наличное бытие, и определенность вообще не отделена от наличного бытия. Таким образом, мы вот эту разницу, мы вот эту определённость отригли. То есть первое у нас отрицание – переход к определённости, мы рассмотрели определённость, а потом эта определённость снялась. И определённость оказалась включенной в наличное бытие. И наличное бытие, таким образом, стало налично сущим. Я готов сформулировать, потому что переходим к ключевым для иного. Вот у нас есть нечто, мы его рассматриваем как наличное бытие. То есть у него должна быть определённость, небытие. И его определённостью является вот это вот иное, потому что его определённость является небытие и ближайшим образом виной. Получается, что бытия уже нет, остаётся только определённость. То есть, получается, бытие не вот этого первоначального нечета, а это бытие длинного, остаётся только бытие длинного. Да, да, это правильно. Есть такое. Можно и так сформулировать. Дальше мы уже говорим, что поскольку мы отрицаем это, поскольку у нас нечто возвращается в себя, отрицая бытие длинного, то получается, что оно в себе бытие, потому что оно вернулось от иного в себя. Вернулось в себя, поэтому в себе бытие. Вот только что Валентин назвал те моменты, которые мы получили из фразы «иное и новое». То есть, первый момент – это равенство, второй момент – это неравенство. И зафиксировав момент, что у нас нечто сохраняется в неимении наличного бытия, вот именно отрицательную сторону зафиксировано, что его нет, оно есть бытие длинного. То есть, мы уже не говорим даже об ином, мы говорим только о нечто, потому что мы к нему вернулись. Мы поняли, что уходить в иную – да, всё, обратно вернулись в нечто. Уже говорим не об ином, уже говорим о нечтении. И мы уже знаем, что любое нечто есть у него. И Гегель пишет, что начинаем с наличного бытия, когда мы в нем различили определенность качества и потом у нас получилась то же самое наличное бытие, нечто уже иное. То есть, «ное» – это наличное бытие, оно уже иное наличное бытие, не то, которое у нас было раньше. уже по своему происхождению нечто иное. И так мы назвали оба момента, и мы их оба увидели, и что нечто отрицалось как иное, и что нечто сохраняется, и вот нечто, которое сохраняется в неимении наличного бытия, его же нет, неимение наличного бытия, не бытие мы взяли нечто, нечто взяли как небытие, как иное, что это момент бытие для иного, не для нечто, а когда видим его радость с собой, что он все-таки сохраняется в неимении наличного бытия, то есть тут тоже вот эта фраза двоякая, первая фраза иное иного есть иное, она двоякая, вторая фраза нечто сохраняется все в неимении наличного бытия, я ее дважды повторяю. В первом случае он делает упор на то, что сохраняется в неимении наличного бытия, во втором случае делает делает сбор на то, что сохраняется, и есть в себе бытие. Теперь нужно проанализировать оба эти момента, рассмотреть оба эти момента, что это значит, например, рассмотреть в себе бытие. Хочешь попробовать? Я вам попробую. Да, попробуй. Собственно, бытие для новых в себе бытие – два момента – это нечто, они оба уступают определениями нечто и тождественные, но при этом, поскольку это моменты, мы должны найти то, что каждый из них содержит свою противоположность в себе, таким образом они переплетаются. Подожди, извини, стоп. Пока что мы не говорили о том, что они тождественные, мы пока их увидели, они родились у нас как два образца, которые вообще различны друг от друга. То есть они по своему происхождению безговорочно разны. Первое – есть равенство, второе – есть неравенство. То есть то, что они тождественны, нужно как раз и рассмотреть. Нужно сказать, что у них есть общая определенность. Нет, не вообще определенность. Мы вообще рассматриваем сейчас не определенность, а бытие. Ведь каждый из моментов – это в себе бытие. Это бытие для иного. И нам теперь нужно увидеть, что на самом деле каждый из них содержится в другом. И тогда мы можем еще заметить, что они тождественны. Ну, я сейчас сходу не назову, надо прочитать парализацию. Есть у кого-нибудь соображение, каким образом бытие иного, бытие для иного содержит в себе бытие? Да, бытие для иного содержит в себе бытие. В снятии? В снятии, ну, между ними такое соотношение есть, не является снятием друг друга. Ну, сначала можно начать со в себе бытия. Потому что само в себе бытие, само равенство-то, оно есть как небытие, бытие для иного. То есть равенство как неравенство. У них определенность вообще не… Ну, об общей определенности… Определенность сразу… Да, мы будем говорить об определенности, когда мы уже проанализируем бытие и перейдем к определению характера. То есть сначала мы анализируем бытие, рассматриваем это бытие, а потом уже рассмотрев вот этот характер, то есть это рефлектированное, ну, в нём бытие, да, мы увидим, что в нём есть определенность в себе, определенность для себя. Первая определенность – это определение, вторая – ой, в себе определенность – это определение, а для иного определенность – это характер. Вот это, что касается определенности. Пока что мы рассматриваем бытие. И вот в себе бытие содержит в себе бытие для иного, потому что оно само есть небытие, бытие для иного. И точно так же бытие для иного указывает на в себе бытие, то есть они друг друга в себе содержат, в самих себе содержат. Потому что они являются небытием. Бытие для иного является небытием в себе бытия, а в себе бытие является небытием бытия для иного. И вместе они составляют, правильно, иного? Моменты иного. Нет, про иное мы уже не говорим, как мы сейчас не говорим и ничто. То есть это момент иного? Изначально. Иное мы уже забыли, ну в смысле не забыли, мы его включили в наше рассмотрение. С тех пор, когда мы увидели, что иное восстановило себя как равное самому себе нечто, именно с этих пор мы уже не говорим об ином, мы уже говорим о нечто. И говорим сначала, что это нечто есть в бытие для иного, и во-вторых, что это нечто есть в себе бытие. И мы видим, что эти моменты связаны друг с другом, указывают друг на друга, и вот они-то поистине являются моментами. Нечто иное, они вроде как не были связаны, были друг другу внешне. А тут в бытии для иного уже светится в себе бытие, как его небытие. Первое – это неравенство в противоположность равенства, второе – это равенство в противоположность неравенства, то есть они уже неразрывны. И то, в чем они неразрывны, составляет момент, нечто в нем. То есть то, в чем они, два, они же неразрывны, они составляют что-то одно, общее, целое. И вот в этом нем они есть. В нем. Сейчас, подожди, подожди. Их истина – это в нечто, потому что они являются моментами нечто. Но есть такой момент, Попов Михаил Васильевич всегда говорит, есть момент в нем или, коротко, в. То есть в книге отдельно бытие в нечто, и вот только В выделено курсивом. Ам, по-моему. Или ам, в общем, какой-то из предлогов. В – вот этот короткий момент, который означает вот это единство. Единство. Вот потому что вот здесь написано, что в нем бытие – это во себе бытие. Но обремененное бытие не было. И… Нет, написано, что в нем бытие – это… Или это написано вот в той металличке. Ну, у нас В нем бытие появляется под пунктом 3. Нечто имеет определение или обстоятельство в себе, то есть внешним образом будет. Здесь ударение падает на В. В или в нем будет. Сохранение в себе бытия. То есть, ну, как в себе бытие. У нас есть в себе бытие, как сторона сущего вот в этом единстве, да, в этом изменяющемся нечто. У нас есть сохранение и изменение. И в себе, ну, просто в себе момент отражает сохранение. Равенство. Противоположность изменения и неравенство. Вот. А вместе они составляют В. В нем. То есть, в нем в себе борется с бытием длинного. Бытие в себе борется с бытием длинного. Вот у нас получается такой третий момент. Бытие в нем. А вот это в нем, оно это что? Вот это единое, вот это нечто в нем, в этом нечто. В котором есть и бытие в себе, и бытие для иного. Ну, это же просто и нечто получается. В чем есть бытие для иного? Да, важно внутри себя бытие этого нечего. Какая неопосредственно наглядается структура. А именно, что на ней... Что в нем рассмотрена, в нем рассмотрена вот эта противоположность. А никак это неопосредственно. Вот, ну, слушай. Это местоимение. Вот какое... В нем в любом нечто. В нем в любом нечто. В нечто. В любое, которое мы рассматриваем, в нем что-то есть. В Иване что-то есть. Ну, нечто, это бы и путие надо брать. Иван более сложный. Нет, ну, все равно. У Ивана есть определенности. Иван сложный человек. Он спортом занимается. Служил. В ДВ. Вот. Очень много всего есть в Иване. То есть много всяческих моментов в нем. Который сайт относится с чем? Вот. В нем в Иване. Да. В нем бывает. А тут мы рассматривали нечто. В нечто. В любом нечто. В чем угодно. То есть в нем бытие. В нем есть два момента. В бытие в нечто. Да. В нем бытие. Ну, просто мы говорим, что в нем есть момент. Поскольку в нем это то же самое, что в себе. В нем совсем то же самое. То же самое, что в себе бытие. Разные вещи. В нем и в себе разные вещи. Да. В нем можно сказать, что в нем это в себе в противоположность с бытием длинного. То есть в себе обремененное. Другого в себе бытия не бывает. Мы вывели в себе. Как противоположность бытия длинного. Мы вывели его как противоположность. Но теперь мы фиксируем единство обоих моментов. Что у нас есть не только одно, не только другое. Просто в себе отражает одну сторону. В нем в бытие длинного отражает другую сторону. А единство отражает третий момент в нем в бытие. Ну, Гегель так и ул. И это и в речи повторяется. То есть каждый раз, когда мы говорим в нем, мы находим какую-то противоположность. То есть, например, в Иване сосредоточена какая-то партийная работа. То есть партийная работа не равно Ивану. Два этих понятия пересекаются, но не тождественной полостью. То есть партийная работа и Иван не равны, не тождественны тремя, ну в смысле тройным вот этим вот знаком тождества. Все-таки партийная работа – это каким-то образом отрицание Ивана. И даже в жизни. Потому что он там не может в тот момент, когда занимается партийной работой, заниматься своей семьей, например. Или наоборот, когда уезжает в семье, ему сложнее выполнять партийную работу. То есть все-таки есть вот это взаимное отрицание того, что есть в Иване. То есть его противоречие – то, что не Иван. И того, что есть он. Но в нем-то есть эта партийная работа. Он же ее ведет. То есть он находится в постоянной вот такой борьбе. И это противоречие фиксируется тем, что мы разглядели в чем-то вроде как простом. Смотришь на Ивана, не скажешь, что он оказывается сложен. Но если посмотреть в суть, в жизни Ивана, в глаза Ивана, то окажется, что есть какие-то противоречия. Точно так же мы фиксировали единство и вот эту противоположность двух в одном. Хотя мы с самого начала знали, что в себе бытие содержится бытие для иного, в бытие для иного содержится в себе бытие. Но и помимо этого есть еще и тождество. То, что нечто есть для иного, оно есть и в себе. Но опять-таки пример – то, что мышка есть для кошки, она есть и в самой же себе. То есть быстрая, прыткая, может убежать от кошки. Для кошки это противно, для мышки это хорошо. Но тем не менее это качество или обстоятельство. Тут уже есть сигнал, что нам нужно рассматривать обстоятельство или некую определенность. Что у нас не просто есть бытие, а у нас еще есть и определенность этого бытия. Мы сначала рассматривали равенство, то есть бытие как равное. Потом бытие, наличное бытие, нечто как неравное самому себе, то есть как бытие для иного. А потом обратили внимание на то, что некоторое обстоятельство есть в нем, в нечто. Если кто-то не понимает, в чем в нем, внешним образом. Тут так написано, там определенность обстоятельства есть в нем, внешним образом. То есть определенность. И мы пролистываем вот это рассуждение о положенности, о себе. Потом можно к этому вернуться и факультативно можно к этому вернуться. Ну потому что слово же появляется, и это слово появляется во многих смыслах, и Гегель разный смысл решил лучше рассмотреть. Вещь в себе тоже, очень много всего, но если пролистать все эти размышления, то пролистываем и самый последний абзац перед параграфом определения характера границы. Это то, что бытие для другого тождественно с тем, что есть в себе. И появляется определенность. Вот, определенность появилась, когда еще мы рассмотрели вот это единство в нечто. Это же не просто бытие, это в самом нечто есть определенность, которая разделяет вот это бытие в себе и бытие для иного. Да. Хотел вопрос, можно ли вот так поговорить, касательно перехода в огнем. Вот есть у нас нечто изменяющееся, у него есть момент в себе бытие, но нечто у нас переходит в ином. И в ином есть вот этот, остается момент в себе бытие, и вот для этого нечто первоначального, оно уже можно рассматриваться как в нем. Тут я не смогла проанализировать твою фразу, потому что ты противопоставил в себе бытию иное. На самом деле тут две пары определений противоположных, нечто и иное, и в себе бытие и бытие для иного. Вот, то есть сначала, в самом начале еще, ну до этого параграфа определений, до параграфа нечто и некоторое иное, мы уже получили, рассмотрели нечто как становление, то есть изменение. И в этом изменении есть момент бытия, то есть это уже не просто становление, а изменение, стало быть не просто бытие, а нечто. Не просто небытие, а иное. Вот эти два момента. Но мы после того, как рассмотрели в себе бытие и бытие для иного, поняли, что то на самом деле, что мы рассматривали тогда нечто иное, они были не связаны друг с другом, они были внешне друг к другу. Вот, как, ну, как два разных человека. Вот, или там, как человек, или пруд, не знаю. Вот, просто два внешних, вроде как, между ними никакого соотношения нет, кроме человека, который вдруг решил их сравнить. Вот, а оказалось, что у них есть вот эта вот связь, что у самого нечто, у одного нечто есть как бытие в себе, как равенство с собой, так и неравенство с собой. Вот, и уже в такой связи мы только эти два момента рассмотрели. Тут у нас нечто иное отдельное, а тут у нас в себе бытие и бытие для иного, в которых уже изначально светится противоположный момент. И мы поняли, что в себе бытие само по себе есть не бытие, а бытие для иного, как и наоборот, бытие для иного указывает на в себе бытие. Вот, ну, скажем, какой еще пример можно привести? Когда паркуется на газоне. То есть газон, он не для того, чтобы на нем парковались, он для иного. Вот, и в нем самом есть что-то, что позволяет на нем парковаться. То есть отсутствие шипов каких-нибудь, знаков, забора. Ровный просто. Ровный, всем очень удобно. А штраф 5 тысяч рублей – это что? Вот, штраф, да. Ну вот, если появляется такое сущее, то штраф – это попытка бороться с бытием для иного, становить в себе бытие, что это все-таки не парковка, это газон. Он для того, чтобы люди там глазами отдыхали, чтобы трава была. С помощью штрафа, 5 тысяч рублей, люди борются за в себе бытие газона, чтобы водить газоны, а не для чего-то иного. А не для парковки или для выгуста на парках, площадки. Он для этого, для архитектуры, ландшафта, ландшафтные дизайнеры, специально обрабатывают, чтобы было красиво. Здесь должен быть газон. Да, он не для того, чтобы машина стояла и таптовала, выжигала все, бензином. Он для иного, он для архитектуры, для людей, для глаза. А газона не было при этом? А газон нужен? Да, газон не было, был штраф. А штраф, но все понимали, зачем газон был. Да. Это было именно бытие, спрашивая. Да. У меня вопрос. Я вот так понимаю, что небытием в себе бытия является бытие дренового. Небытием бытия дренового является в себе бытие. Небытие любого личного бытия – это его определенность. Поэтому мы приходим к определенности. Общая определенность. У них есть определенность, да. Опять же, нужно сказать о том, что появляется вот это целое, в котором мы видим определенность. То есть, до этого же мы говорили просто о бытии, ну, о бытии, о жизни. Как живет в нечто. Вот. Как оно живет? Оно меняется, оно сохраняется. Мы эти моменты назвали, зафиксировали. Вроде бы на этом остановиться нет, но мы рассмотрели их в единстве и увидели, что есть противоречие в нечто. То есть, можно просто сказать, в нечто есть противоречие. И не обратить внимание на то, что появляется вот это внутри себя бытие, что есть определенность. Появляется вот эта новая определенность, и она является небытием вот этого нечто. То есть, отрицает это нечто. В нечто. Она в нечто. Вот. Но Гигель обращает именно внимание на это. Субтитры создавал DimaTorzok